Встреча с Александром Марьясовым Визиточки не забудьте, визитки не забудьте А я на сайт так распространяю Нам нужно что, что сейчас про нарисуйте нам, какие пункты доказать Все уже написал Давай, положи журналы Начнем с первого Вот это вот в руки и не сопротивляться Это Серега передал Кто передал? Он говорил, Сергей Брат передал Сергей Козлов Козлов Так, Игнат Тихонович Вот Вот смотрите Тут все расписано Пойдете на верхний ланс Отсюда 500 километров Прям зарядить его может сразу Да Это я вам тетрадку отдам и вы будете ехать А что говорить, больше не открою? Да но мы знаем Надо, чтобы он подошел Ага Это А ты какая птица кричит? Сойка Не знаешь Дарит Стой! Николай, подойди. Я скажу, я спешу, вот смотри, пойдете сейчас на верхний ламп, около 501 километр. Армавир, Невиномыск, вот это все. Мы там были, я просто Игнать Тихонович забыл. Мы же были там. Вот, но я написал вам до самой этой, до самой Греции. Все здесь расписано. Почему не говорю, чтобы ехать через Рокский тоннель, потому что там вы предъявите свои паспорта, а потом, а вас посчитать незаконно въехавшие на территорию Грузии, выезжать очень плохо. А ты вот про это в курсе, НГС и ОАГС? Не в курсе? Да, приедешь туда, купишь карточку, или такая винетка под стекло вешается, обязательно. Потому что подъедете к столбикам, и там уже ничего не сделаете, у вас ни карточки, ничего не вернутся, а вперед проедете, пойдете мусор потом убирать по городу, арестуя. Да, вот купите эту наклику, она стоит всего 35 лир турецких, это где-то приблизительно, я написал вам, 581 рубль. А на что покупать? Солрус? Не, 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 не. Чтобы проезжать там платные дороги, и вы поедете. Вот тут я написал все дороги, номера, как ехать. Вот через Герсун, Орду, Хатсун, Самсун. Вы будете ехать по побережью, до самого Самсуна. От Самсуна вы уйдете влево по другой дороге. Я тут написал. И на Стамбул. И самое первое в Грецию, видите, у вас в Александрии будет. Это вы проедете и ПСАЛО. КПП будет и ПСАЛО. Вот это все распишите. Ну тут мой телефон. Это вот второе, так. Вот это тебе очки. Это вечером, чтобы глаза не уставали. Сейчас оденешь, они будут хорошо не уставать. Это салфетки машину выбирают. Дальнобойщик сразу видно. Вот это я вам купил инструмент. Да ты че. Ничего. Ну дальнобойщик сразу видно. Все, все головки. Давай перевернем. Сейчас сложим. Вот Игнат Тихонович. Это Христос сделает такими людьми. Да. Он такой не был. Он за Христом-то не встретился. Брат, сейчас таким не был разве. По-моему, он же всегда такой. Сик, 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 сик. Отдай, достань, где эти визитки наши. А вот по размеру кидай. Сколько штук? Двести-триста возьми. В дорогу, чтобы инструменты были. А ты, Николай, доволен? Так это он, Витя должен быть доволен. И у него в автомобиле настоящий инструмент тут появился. А тут все какими-то офигителями. А вот тут еще. Вот тут еще. Вот, это все. Вот это игрушка. Какая жидкость тебе на это. Замывающая. Да, у тебя трос есть буксировочный? Есть. Есть. А то я тебе возьмешь что-то у вас один? Да, можно. Вот это клубнику чтоб сейчас съели. Свежая. Ну ладно, ладно, отдавай. Только если это вытрясено, то у нас пропадут корзинки. Нет, не пропадет. А корзинки-то куда нам делать корзинки? А черешни с моего огорода? Да, у нас все черешни уже брали мы. Так и с моего огорода. Ну ладно, а это горох ваш. Нет, горох покупной, а черешни с моего огорода. Ну ладно, ладно. Ваще. Виктору отдавай все, он хозяйничает. Ну Александр Сергеевич. Ладно. Вообще рад я вас видеть. Ну спасибо, Христос. На встречу вам час, я думаю, скорее бы увидеть вас. Я проскочил же вас и увидел номера. Развернулся резко. Я легче там стоял, да? А? Или ты проехал? Я проскочил вас, смотрю. А у вас же номера необычные. Я запомнил. 7-8-3, две двойки. И целый раз проскочил. Ну, соответственно, я так устроил. А? Я сказал так. Если вы хоть маленько где-то в стороне будете, ждать не будем. У нас абсолютно невозможно. Мы уже двое суток потеряли. Это и занавеска готова. Да. Серега мне сейчас на скайп звонил. Где они там едут? Ага. Ну-ка. И спроси его там. Американское. Это пришло, нет ни свидетельства. Ну, только вам это не поставишь сюда эту флешку-то. А? А? Флешку можем мою поставить вам? Флешку? Флешку. А нет, это без флешки. Без флешки. Ну, ладно. Класс. Вы назовите, как вас звать, замещать, кто вы? А? Назовите с фамилией и имя отчества. Варьясов Александр Сергеевич. С какого года рождения? 59-го. Где живете? В городе Краснодар. Прямо в городе? Станица Старокурсунская. Ну, это считается короткостью. Ну, понятно. Чтобы люди знали, с кем я разговариваю. Так, вы сейчас работаете? Да, работаю. Значит, ту дорогу, которую вы показываете, вы ее ездили, знаете? Это зять мой ездил. Ага. А это... Я работаю и служу Пономарем. Так. Книги какие вам нужны? У меня... Вам, через вас, кто не спрашивал, допустим, Новый Завет, там это... Я всех направляю к вам. Но теперь мы вот здесь, рядом, можно без пересылки дать. Иди сюда. Нет, это вы... Иди сюда, иди. Подойди сюда. Вот это вот я вам безблатно дам. Кто будет просить? Это откровение, толкование откровения. Третий том. Первый. Первый том нет. Это... Бери. Вот, смотри. Держи. Ага. У вас люди, и вы должны с ними работать. Вот это вам. Три комплекта. Я бы... Ну, я вот спешу домой все время приехать и после этого ваше собрание послушать. Посидеть. Как будто... Как будто там присутствуют все время. Новые люди, когда появятся, главное откровение дать. Корзинки вернуть тебе надо. Нет, забирайте еще с корзинками. Все с корзинками. Сейчас визитки вам наши дадут. Ага. Больше, чтобы вы могли давать наши визитки. Да, ворачивайте. Давай аккуратно. Визитки. Сергей пять раз отсылали туда-сюда. И пока он отрихтовал с визитки. Получились. Мы до этого... Ну, просто сайт был. Он написал и форум, и мейл.ру. Все туда включили. На каких еще он тут стоит. Виктор, Ликолай, сфотографируйте нас. Так, вы только батюшкам всем скажите, чтобы минимум вместе вспомнили, что мы за рубежом. Очень трудно ходить. Да все мы... Сфотографируешь нас? Давай. Так. Вара не знает как. Да. Вот это. Это трасса... Ну, уберите. Да, вот так. Трасса как называется это? Это Ростов-Баку. М29. Ага. Вот туда. Вот сюда встать должен, да? Да. Виктор. 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 Повернись. Иди сюда. Я сегодня уже... Серега говорит... А выложишь, покажешь. Виктор, на фотоаппарат. Сделай нам фотоаппарат. Сделай нам фотоаппарат. Потом, Николай, положи этот его... Вот так. Что за птичка кричит? Да тут их много. Я птиц очень люблю. А я тоже как вы. Я с детства с птицами. Вы встаньте-то, я вас втроём брать. Так. Давай сюда, Николай. Так. Давай, переходи. Витя. Ты сейчас вот... Ну... Заходи. Давай, с вас, с вами, заходи нас сфотографируй. Сфотографируй нас. На. На, сфотографируй. Сфотографируй. Ну, слава пусть. Да. Встаньте, вот. Для себя. Давайте. Вот. Я на бугорок стану, чтобы быть выше всех. Нет. Впереди. Впереди. Давай. Сейчас визитку дадут. Визитки очень хорошие Сергей помог нам сделать. Да, я... Где только будете, там будете давать. Давай. Знаете, я же как будто с вами живу. Я вот... Здесь есть. Какие визитки, Серёга? Вот я вот мне показываю. Вот это изменю, вот это сделаю, вот этот цвет сюда. Как вы спорили. Нет, вот это надо оставить. Да, да, да. Вот это оставить. Сергей просто нам Бог дал. А вы видели, как мы вчера с него были там? Да, ну конечно. Здорово. Мама его у нас приняла, как будто она у нас уже не была. Да я бы то, что не хотел рыбку приготовить, только среда. Но я... Я думаю, куплю и фрукты. Нет, ничего не надо. Я как-то... Здорово. Я же такой. Я не в мясо. Нет. Не в мясо. Не в мясо. Не в мясо. Скучно, говорят. А я наоборот, мне кажется. А вот... Вот знаете, когда я... Как бы сказать. Вот читаю, читаю. Иван, я читал. Когда начинал. Я одного боялся, что лучше мне это когда-нибудь разобрать. А мне наоборот. Мне вот... Вот мне теперь желание читать. Ранее же... Я как-то себя заставлял, а теперь мне желание. Да. Вот. Открываешь. И вот читаю уже. А читаю уже не пирасно. Я теперь, как вы, знаю, что называется... Начинается на букву «Б» и заканчивается мягким знаком. Библия. Я все... И вот какие вопросы возникают. Я беру ваш том книжку. Пинь-пинь повторял. На кой странице? Оп. Ответ. Все. Вот так, чтобы целиком читать. Я пробовал читать, но я тогда ничего не запоминаю. А когда я с кем-то что-то раз и с вашими ответами, тогда он не остается. А вот на сайте это удобно искать по папкам. На сайте. А на сайте я по папкам ищу. Ну да. А я люблю книги. А на книгах это не всегда найдете. Потому что надо, чтобы я вам переслал. У меня все 38 книг, а так это... не 38, а 30 томов. Даже 33, которые три не вошли, у меня еще не изданы не будут. Я их на два больших файла сделал. И поистовик только сунул слово-то. Готово дело. Я вам дам только. Ну да. Прошли. Ну, кстати, вы говорите не найдешь. Я практически все ответы находил. Просто приспособились. Я даже сам и так не ищу. Это вы уж набили руку как-то. Я так красный, они же у меня по двух открывают. Вот. Спасибо. Что еще дать? Это мы уезжаем на себя, дай ему. Он ревностный. Возьми там край этот, отстегни. Вот. Положите куда-то. Это положите. Это встретился раз, много говорить не надо. Если что, спросить сначала, есть ли у него выход в интернет. А если выход есть, значит вопрос решен. Все. Ребята, быстро складывайте вещи. Так что еще хотели сказать? Говорите давайте. Маленько пригласительных дать новых. А? Маленько пригласительных новых дать. В библиотеке может там ничего не... Не надо. Тут меня знает. Так вот это что такое? Это пригласительные новые. Не надо. Новые. Я главное, что раздаю. А так-то я словами говорю с сайт. У него все есть. А я на сайт заходят люди, интересуются. Они же... Мне что важно, они заходят, они не спорят ничего. Они потом другие. Говорят, слушай, это он столько много новых узнал. Да, там море. Я говорю, вот это вот не знал. Когда вещи... А когда вы начали разбирать про святых, все. Все сначала так раз это... А потом-то вот прислушиваются, смотрят. А ничего же страшного. Тут правда же. Правда. В дороже всего. А снова-то христианство какая. Любовь и правда. Вот все. Вот в этом-то все заключается. Любовь и правда. Вы же не говорите с ненавистью. Вы говорите правду. Как же. Я сравниваю с Библией. Да. И то, что вот это все. Вот эти Библии. Да к нему нам бедно. 83 ролика. Буквально за 9 стадей у нас вышло вообще. Все смотрят. Вот это. Смотрят все. Действительно. Действительно уже. Материал такой. А я раньше как-то в голове это таскал. А побоялся вступать. А тут я натихываю еще раз и сказал. И мне говорят раз как-то ну вот. А я же думал так вот. Видишь. Это очень многое значит. Никому не угождать. А только Богу. Ну. Вот почему Христос сказал. Павел сказал. Я буду всем угождать. Какой же я раб Божий. Христос говорит. Да, да. Друг по другу славу принимаете. От единого Бога не ищите. Вот этот вот момент. Ну что. Господь так узнал. Чтобы человек работал над собой. Как победить сам себя. Главное это враг то внутри. А это безусловно. Сказать. Все таки больше изменился я. Честно слово. Вот. Это уже вот. После встречи с вами. Вот уже. Вот уже бесповоротно как-то вот. Все так основано. Да, да. И вот. До этого еще какие-то там. Не то что сомнения были. Мог себе позволить какое-то излишество. То все. А потом вот. Понял что мне надо. Все это на нас. Вот оно мне вот. Мне просто с этим даже не весело. А вот как раз слышишь разговариваешь. Слышишь слово Божие. Потом. А потом как раз так всеми вот с Сережей общаемся. С Воронежем. Ну, 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 ну. Вот чувствую, что здесь нету кривизны. Нету вот этого лести. Нету притворства. А когда вот откровенность. Видно оно вот которое. Иногда я в церкви замечаю. Вот люди приходят, а они не мне. Смотрите. Люди угождают и боятся друг друга. Ну. Искушают словами, которые говорить нельзя даже. Да. А вы еще вот как бы. Я много не приветствую. Я хотел спросить. А чего вы без пояса-то сегодня? У меня пояс нет. Это сверху должен быть. Натяни его. Натяни его. А? Сверху нет. Сейчас, брат, услышь. Вот смотри, как ребята там все. Видишь, как в поясе вот. У меня вот сегодня рубашка короткая. Она все равно повыше. А этот я не снимаю никогда. Гляди. Да. А этот я никогда не снимаю. Ладно. Я и справа всегда тихо. Да. Может широкий пояс. Можно узкий. Можно ремен. Ну, вот он как. Видишь, он у меня стоит. Что тут? Четыре узелка. Готово дело. Жидкость далеко не ставь. Доливать будешь. Сейчас мухи будут налипать на стекла. Вода плохо помогает, а жидкость хорошо помогает. Ягода вон сбоку. Так что, тут недалеко. Завтра к вечеру уже Грузию пройдете. Завтра к вечеру? Да. Грузию пройдет. Да. Тут 500 километров до Верхнего Ларса. 501 километр. Через Верхний Ларс поедете. Да. Ну, мы сейчас пройдем вообще. Меня вопрос другой интересует. Вот смотри. Украина как бы, да, прикрыта маленько. Ага. Турки где идут сейчас? Турки? Да. Вот они идут через... Раньше они шли через Украину. Ну, они так и ходили. А еще же... Ходил паром с Грузии, с Поти. Ходил паром... Как она? Не Ильский. Ну, они вот... Я смотрю. Они идут вот тогда. Я почему-то... Сейчас они входят в Сочинский город. Сейчас могут через Абхазию. Вам взять? Не знаю, куда. Главно что... По-моему, ложи все. До утра. Я сейчас не буду. Верхнего Ра... Ларс сейчас случайно не забит? Нет. Вот... Рокский Туннель как раз ремонтируется. И когда, если вы поедете через Рокский Туннель, Вас посчитают, что вы незаконно объехали на Петербург. Это я понял. Вам лучше въехать официально через... Я говорю, вот сейчас... Нет, Верхний Ларс не забит. Вот... Нет, я имею ввиду, не забит машина. Нет, нет, нет. Вот... Вчера в интернете смотрел, как раз и парень писал, Он говорит, проехали очень быстро. С нашей стороны очень такая тщательная проверка. А туда проехали. Ну, 10 минут. И поехали дальше. Мы ночь проходили, да? Вечером мы подъехали. И уже... Ну, ночью поздно. Мы уже прошли в это... В Казбек. А, вы же в том году были... У Крестника... У Крестника Атанаума Израилевича. Да, да, да. Ночь. Я же смотрел ролики, да. У нас ночь где-то получилось. Ну, не полностью. Витя, слушай внимательно, чтобы Николай не забыл. Чтобы не сбились с пути. Я не буду сейчас ничего. Сейчас просто уже... Мы сейчас черешню там брали в этом... В шахтах. Конечно. Поехали в черешню. Черешня есть. Завтра. Чего завтра? Я черешню не буду сегодня ездить. Завтра. Черешню нет. Вот эту надо ягоду съедать. Эту, черешня, она будет жесткая. Так, мы не больше полчаса, и мы ее на ночлег будем искать. Пройдете, знаете, как вот здесь все будет узко. Узко, узко, узко. Пройдете. Пройдете Армавир, туда Армавира недалеко. Вот сейчас пройдет 22 километра до Кропоткина. А от Кропоткина там Армавир сразу. А у вас анципалитные ключи есть, нет? Тут нету. Ну, где-то зашел я собаку прогулять-то и уже 7 штук снялся. Тут анципалитные, в основном, же Сибирь. Прям ползут мелкие. Там везде ползут уже за уши. Как они так быстро? Анципалитные ключи нет. Ну, таких-то валов. Так, Витя, сходи. А с машины что было? Что останавливается? В смысле? Ну, не поломок, ничего. Ты сиденье переделал, да? Конечно. Ну, да, продавленное. Дозелевское сиденье. Ну, оно, как, вот, знаешь, как. Ну, тебе объяснить. Ну, из-под низу рулишь. Так, снимайте, я вам собачку-то покажу. Да. Николай, возьми что-то, направляй. Она была в прошлом году. За батарею не брать. Чемпион Сибири, а она чемпион России. Россия, Россия. На. 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 На лето ему пытка, понимаешь, там из под двигателя от коробки тянет, нагревается, он лежит, там... А это? Это все ближе? Да. Снимай зелье, тихо. По-моему, их снимать не надо, наоборот, они... Да. А по Игнатих, значит, что-то там, все, поехали, поехали, ну куда поехали, вот, быстрее надо. Ну, мы по-любому опаздываем, какая же, день туда, день туда, на погоду не сделаешь. Единственное, что там какие-то договоренности есть. Даже если бы мы получили паспорт на Новосибирске, нереально за столько дней, да, посетить, значит, приехать, я в Москву не беру, приехать в Колубу, там что сделать. И Воронеж? Да, поехать в Воронеж, поехать в Шахты, еще там с тобой как-то встретиться. И поэтому получилось все. Мы в Колубу приехали, что мы где-то, к вечеру приехали, да? Мы с Виктором легли часа в два, наверное, ночью. Тихо. Тихо. Так. Хороший парень. Вот здесь садок, где и камага? Рядом. Все. Рядом. Он должен обойти вокруг и сидеть. Сидеть. Сидеть, сидеть. Ну-ка. Ай, неохота. Тихо. Ураган, лежать. Сидеть. 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 Гуляй. Ха-ха-ха. Ну, поехали. Ну, давайте. Поклон передайте Сергею, все, чтобы получше. Покажите, с Богом. Сейчас поможем. Я, знаете, бутырек, такое чувство, как будто все время знал вас. Это песня Христов. Вот я его песню. Аналогично, то есть... У нас песня есть «Благовестие». Там кто-то выставлял ее о наших путешествиях. Слова народные. И музыка. А мне про Голгофа нравится. А, есть такая. Но это баптистка. Да, это баптистка. Ну, там все они хорошие, конечно. Некоторые вещи даже, вот там говорил, как Игнат Тихонович перечисляет, пускай они другой веры. Но некоторые они расскажут, почему мы должны отвергать. Только аминь сказать. Да, аминь сказать. И, как помните, этот Лютер Киль прибил 95 этих к двери-то, чтобы изменились же тогда священия. Так, мы совершим молитву. Мы находим, что он подводится. Боже не нас следует. Аминь. 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 Спасибо Христос за помощь. Я все-таки приеду, потеряю. Я вот собираюсь, обязательно приеду. Потому что у меня друзья в Кемерово, мы собираемся с Надей приехать. Ну, давай. Идите с Богом. Раз Бог приедешь, песни споем еще. А я сам играю и пою. Отлично. На пару, значит. На пару споем. Арсен Виктору битару подарил. Да, и хотел, чтобы мы с собой взяли. Но у нас нет места места места. Мы же забито все так. Я думаю, все равно, если мы с Кемерово заедем, то мы еще концерт идем. Москва услышит песни о Кресте. Ну, езжайте с Богом. Так, все, Аминь. Аминь. Садимся. Все. До свидания. Да, вот эта вот встреча, она будет выставлять. На канале Ютуб, во свете Библии, все там будет. Все, Александр, благодарим.